нашла называется к салтел пленен то есть он такой серо-коричневый цвет идет он мне не нравится вот честно скажу либо для меня это серый не серо-коричневый либо это серый либо это дождь или вот а этот свет ну может быть он по что-то был и хорошо но вот как-то не знаю это все-таки рождественская без корню этот оттенок и не туда не что без корню шикарней что ну согласитесь просто даже посмотреть на его лишь мне тоже становится хорошо так это откладываем сторону надеюсь что вы меня увидите ее на канале потому что она такая знаете и это в принципе повторить можно но ребята хочется же всегда оригинал иметь правильно далее но я как всегда я же могу без покупок видео показать вам вот такой вот у меня купился сэмплер ручек он меня давненько тревожил во первых птицы я обожаю сэмплеры с птицами это да скарнет хаус кстати есть компания скарлетт литерс там получается с одной ты идут надписи скарлетт 1 ты идет вот и там больше репродукции такие вот действительно очень очень древний хотя и это тоже не новенькая репродукция тем не менее там больше такие схемы идут по моему они даже их и не издают в том смысле не делают апдейт какой-то дизайн меняют схемы да вот такой вот эти схемы они более в таком вы видите такой современный какой-то стильки больше атака действительно как будто письма еще тех времен если интересно кому-то погуглите почитайте посмотрите может быть есть на ютюбе про эти скарлетт литер вообще про название что он обозначает и так далее если нет не найдете может быть когда-то расскажу я на своем канале когда буду вышивать один из сэмплеров потому что у меня ребята есть в планах и не один я уже и шелк собрала вот ну этот сэмплер он настолько часто вышиваем и американками примелькал наверное я сразу как-то его выделяю если вот вижу сэмплер вол это стена из сэмплеров да у американочек наших ну не только их вот часто есть она вот смесь сэмплер вот тоже открытой компании он мне тоже безумно нравится но пока что пусть про него наверное подзабудут малеха и я тогда вышью его но вот эти вот все таки меня не оставили в покое и кстати да я вам сейчас покажу мне почему-то хочется на каком-то таком оттенке льна вы видите они по-другому смотрятся написано что античный сэмплер был вышит на конве используя используя шерсть это шотландский сэмплер и птицы большие пара от больших птиц наверное представляли показывали будущее наверное обозначали будущее вот и вышивается он и кстати на основе вот они рекомендуют цирковой каунт но скорее всего что да и буду на сроком вышивать и вышивается либо в middle point шелки либо в димси но димси идет как альтернатива и таня блокмейер это женщина которая делала репродукцию вы можете посмотреть у них очень много интересных дизайнов для меня это не новый производитель я его не вышивала не пробовала ни разу но вы знаете я давно положила глаз на их дизайн у меня кстати есть это не первая моя схема вот модель вышивалась на 40 каунте лего силины от печатис пласт вот ну нет не буду я отвечу здесь классно девочки сейчас очень хорошо тоже красит ничего не имею против печатис паза там был мой самый любимый ли он а вот и до сих пор я его люблю сказать что он супер топовые возможно один из топовых да но сейчас я затрудняюсь потому что попробовал другие ткани тоже так далее что у меня приобрелось далее ребята давайте по порядку как-то я упустила у нас в одном из украинских магазинов мэри виллс ну как-то так знаете а потом вот у меня сейчас такое же состояние пришло ко мне озарение что нереально хочу этот сэмплер ну все я подсела я реально подсела на репродукции от hands across the sea но я себя очень долго сдерживала ну как сами понимаете я не буду покупать всю коллекцию я буду лишь покупать потихоньку те сэмплеры которые мне нравятся почему а потому что возможно я их все не вышью ну может быть и не надо мне все вышивать но единственное могу вам сказать что даже когда открывая вот эту схему для меня это как вы знаете кстати палитра нитках сто один и три свадальжи ну и я уже открывала схему смотрел кстати была эта штучка делась я ее взяла на ножнички вот она хочу я лезу туда когда тут все это не на закладке мэри виллс вот вышивается и тимси тоже я к чему вот кто-то покупает книжки до собирает я вот у меня в коллекции есть только брошюры мне такое чтобы прям книга нет у меня есть буклеты у меня есть какие-то сборники схем ну и я решила что буду покупать что мне нравится постепенно не так чтобы за один раз я купила все что захотела нет но делая это я поднимаю во первых себе настроение во вторых эти схемы никогда не пожалею что есть даже если они бывшие у меня они просто будут для вдохновения для того чтобы почитать кое-какую историю просмотрев возможно когда-то я буду возможно на что я большие ставки не ставлю использовать какие-то узоры даже закладку можно вышить смотрите какая красота если вот так вот допустим это определить я вам покажу каком узоре я сейчас говорю вот об этом к миру да вот этот вот вышить просто его как закладку вот можно развернуть эти цветочки тоже как-то вышить тем не менее допустим этот центр не будет вышиваться прямо таки один из первых но я очень захотела иметь у себя его в коллекции чтобы просто он у меня был кстати что этот сэмплер вышивается как память как гордость родителей наверное может так перевести вот почему бы не тут очень красивые оттенки я думаю что он будет выделяться на стене он особенный вот эти вот цветочки мне очень нравится да может быть не так вот интересно все это вышивать ну блин как же руки чешутся начать вот это вот все но у меня сейчас в процессе есть сэмплер от хэнза кроссе си он у меня начат но пока что я наверное ближайшие месяц полтора не планирую его вышивать а там как получится потому что мне нет такого четкого плана что вот я планирую вышивать сэмплер да этот или тот или куда я вот сижу вышиваю этот у меня раз осеняет что я хочу это вышить и мне это нравится имея несколько процессов что я могу выбирать и ребята да конечно я вот смотрю как какая я была допустим пять шесть лет назад какая сейчас это не хочу сказать что две разные вышивальщицы но я пришла к выводу когда вот вышиваешь ну допустим даже вот этот вот дим у тебя наступает какой-то момент что допустим вот на этом ты просто засыпаешь тебе уже не интересно ты уже как-то подостыла но не то чтобы подостыла никогда не оставая к своим сюжетом которые вышиваю ну как-то уже рутинка такая знаете засасывает я себе говорю стоп время менять процесс я не хочу дотягивать и до того до такой степени что мне уже просто тошно от этой вышивки возможно возможно большую роль играет канал возможно еще что-то но однозначно могу сказать даже если бы у меня сейчас вот что-то ну к миру не дай бог произошло я перестала записывать видео и мне бы все равно было как минимум три процесса потому что вот именно по этой причине падает скорость и нет уже таким такого огонька глазах вот я когда начинала розы данным вышивать ребят я спать не хотела у меня такого не было но наверное лет пять точно вот я вам серьезно говорю у меня такого нет не было лет пять чтобы я вот просыпалась хотела вышивать и не хотела идти в кровать потому что мне хочется повышевать до этого хватило там на три дня потому что конечно же усталость сказалось нам не плюс как раз 1 сентября бабахнула естественно у меня очень много разных дел появилось но есть вот такие вот моменты когда глаза горят и вот когда они просто уже тухнут на каком-то там участке может просто нужно перейти этот участок перетерпеть но вот момент у меня очень сильно падает скорость потом я откладываю возвращаюсь к этому сюжету у меня опять я не могу себя оторвать от вышивки понимаете только лишь по этой причине стоит иметь несколько процессов и потом я вышивальщица у которой очень много схем либо наборов от одного и того же производителя это не потому что трудно объяснить вам я просто я влюбляюсь вот именно в этот стиль помимо этого когда когда-то у все будет оформлено и иметь на каком-то определенном участке да допустим допустим это стена до димэншинс и хэн закро зиси ну как-то не знаю будет смотреться опять таки все будет зависеть от сюжета если какой-то там зимний сэмплер зимний сюжет от димэншинс какие-то вот маленькие примитивы зимние наверное будет иметь смысл вы согласны со мной а вот так чтобы повесить допустим на одну стену и миробилию и димэншинс и джесс нэн и ну вот все ну не знаю как то я не вижу это может быть не встречала может быть не пробовала нужно во первых это все иметь оформленным чтобы поиграться посмотреть во вторых это нужно любить этот сюжет чтобы вы вышить полностью все вот этому да понимаете вот но пока что у меня во первых в планах ближайших оформления не предстоит никакое поэтому поэтому буду вышивать чтобы у меня был выбор к примеру я даже могу расстелить на полу свои какие-то вышивки да не оформленные и потом скопом их оформить уже в каком-то определенном стиле хотя у меня уже и так очень много всего оформлена я где-то считала у меня наверно больше ой колечко заделось а больше семидесяти процессов процессов больше 70 картин оформлены но у меня там это 10 сто процентов пойдут на то чтобы снять эти рамы там уже старые какие-то дизайны я их вообще не хочу видеть у себя на стене ну они во первых не у меня у моих родителей я их сниму разберу и скручу в рулончик как память будет на их место я хочу повесить что-то такое уже более новенькая более современная ну такое знаете я уже вышивала в начале там по схемам еще которые на базарчиков продавались так далее давайте я вам уже покажу все вместе я обещала снять миробельку с все надо такие видео снимают ли суммы и потом поедем запорожье я возьму лампу и буду уже лицом как-то снимать а дать я прыгаю то не миробельку я хотела показать он другой ладно уже набирать как так это вероника вероника и я покажу как же она выглядит сейчас секундочку я так рада вы знаете у меня же афелия вышилась так меня было три мира бельки в процессах эти две такие зелененькие я вам сейчас почему показываю афелию ко мне приехал бисера вы представляете я просто в шоке буду теперь вышивать до конца фильм она на полость афеля вышита а вероника вот вы видите что у меня больше половины наверное вышита вот афеля будет в планах на завершение вероника у меня вышивается и кстати сегодня смотрела света и или света р вышивать тоже ее ну мы как-то так и по вместе и начали сны вышивать не помню вот видите как у меня красиво все получилось шикарнейший просто ли он от петчерс из класс это просто огонь он с блестком он такой вы знаете для нее он нейтральный то есть ткань по плечу неплохая это просто ее делает какой-то более интересный но тут еще будет играть завершающую роль конечно же оформление но тут будет классика однозначно никаких финти флюшек не хочу мне она сама такая богатенькая но вот знаете сравнивая два дизайна сейчас я вам хочу еще кое-что рассказать я поближе вам покажу не переживайте вот два дизайна да вот вероника и афеля но тема афели давайте мы оставим ее на потом как-нибудь возможно поговорю возможно и нет это вот сколько у меня вышилась совсем немного потому что я собиралась по командировку и не было у меня времени столько вышивать хотя очень все легко очень все логически и оказывается я вот эту вот калиточку не распустила мне нужно полностью ее распороть ну уже это буду делать по приезду вы видите у меня тут дырки от распоротых полукрестов и крестиков вот я займусь этим уже по приезде хотел с собой эту работу взять но потом очень много нужно упаковывать есть органайзер и пяльцы большие они очень неудобно поездки вышивать потому что мне дорожным станок а это 6 по моему в кеда по моему 6 не даже 7 то есть это очень большие пяльцы но мне на них удобно вышивать и очень много пространства можно зашить меньше нужно их снимать передвигать увидеть тут уже в принципе осталось вот я вам говорю что чуть 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 я думаю что даже за неделю такой напряжной работы вот но если она есть у кого-то а у кого нет то можно еще очень долго вышивать я бы хотела эту работу вышить к формуле и к формуле у нас экспо обычно путаю но посмотрим может это быть моя цель по приезду хотя но не знаю а точно мне ребята сейчас вот я всегда вам записываю видео я уже собрала полностью меня вот мои вещи там пола какие-то эти чудик вот бабушка приехала к нам все классно девочки мальчики мы в аэропорту вот только так нужно летать с собой сумки какую-нибудь другую может даже и пакет брать не обязательно складывать вышивку в специальный конверт но у меня вы видите это все можно потом продумано вот мир один к буду делать ее красивой сшивать бисер вот аэропорт конечно но в конце самом не очень практически пустой там он заняты и на стойке регистрации очень много людей вот я скучаю таким вот видео поэтому записываю для вас всем привет из ибицы у меня буквально пару часов чтобы позаниматься своими делами я столько уже начиталась поэтому решила повышевать и для меня вот лучшего времяпровождения чем повышевать в бисер дороге просто нет потому что и работа идет все это делается да и вам не нужно дополнительного освещения вам не нужно какого-то места специального вот просто сидите пришиваете бисер обязательно я высыпаю его на подлотенчик а сейчас на меня вот так вот я вам показываю как все есть тут у меня схемы но нитка моя обязательно потому что я люблю ей пришивать ключ к схеме у меня и сам бисер вот лежит у меня целая гора я высыпаю по мере использования то есть сейчас у меня два вида бисера пришивается вот я его и высыпаю я не высыпаю полностью весь мне нужно будет я немножко так как я нахожусь опять-таки в дороге не в дом ну и даже если дома понимаете когда у вас несколько часов ну сколько в день вышиваете но пусть 23 то 6 это 8 вы весь бисер не пришьете поэтому не нужно его весь высыпать но всегда можно подсыпать поэтому я за то чтобы не терять эти драгоценные бисеринки именно использовать по мире пришивание и вот у меня ножницы конечно же я путешествие беру две пары одну я могу использовать самолете но я так редко вышиваю может быть один раз своей жизни только тоже пришивала бисер кстати год назад до когда мы летели как раз после короны и вот я вам рекомендую брать вот такой вот чехол до для лезвий ножниц чтобы у вас мало ли может быть какая-то одежда может быть что-то еще чтобы не прокалывали ваши ножницы это вот не оригинальный чехол он и по-моему с женщин ножницами был ну вот я его использую для этих ножничек когда я в дороге очень рада что я оставила этот процесс на потом потому что я помогла закончить его и конечно и дома но ко мне пришел бисер все так сложилось идеально я этому очень надо так девчонки хочу показать вам как я сшиваю вручную все это делается видите что я один край уже пришила мне остается второй край но так как у меня конца бить и они тут во первых неровные во вторых они начинаются не с единички но неважно тут у меня есть все равно начало хорошие поэтому я распорола тут боковые стороны косметички то есть вместе с одной рукой тяжело показать но я постараюсь что я сюда этот край заткнул и зашью чтобы дырочки не было у меня аккуратненько далее я пойду вышивать верхнюю сторону вышивать пришивать вот и то же самое проделаю на этой стороне чтобы аккуратненько по-другому я просто не знаю будет не очень выглядеть опрятно забыла еще глазки выше вышить на кимоно на кимоно моей азиаточки вот и пришить еще нужно ножнички где у меня ножнички а вот они секундочку мне просто сейчас еще сидеть не очень желательно у меня кое-что по здоровью было и мне этот проект как нельзя кстати вот не могу полулежа вышивать на руках мне больше ничего не нужно сюда пришли кто ножнички и сумочка будет у меня готова и что больше я ничего не забыла еще раз проверю немного конечно отличается от схемы вот например я вам покажу швейную машинку видите как ее ниточка показано вышивается вот так вот я ее в первый раз и вышила и представляете я потом поняла что как бы нитка может так натянута быть хотя хотя кстати там же есть такая штучка которая держит но она не представлена в самой схеме ее нет потом я посмотрела на приду да и тут она более-менее ровно в общем я все это перешила и мне кажется так более органично выглядит нежели вот в первый раз как она была сама-то ручная работа я так мечтал об этой косметички и наконец-то моя мечта сбывается еще кое-что то тоже нужно иголочку эту выровнять почему-то нам не кривая зараза получается так вроде бы все остальное не устраивать друзья и так привет сегодня 30 уже сентября я не знаю как давно я не записывала видео но нужно возвращаться понемногу показывать вам свои какие-то прогрессы и так это офелия миробилия вы помните у меня прошлом видео были закончены все крестики оказалось не все но естественно потому что когда я пришиваю бисер я нахожу там немножко не дошила там один одиночка ну в общем у меня это процесс всегда он похожий я проверяю какие-то свои может быть ошибки я увижу недочеты вот таким образом я когда в конце уже вышила полностью работу вижу что есть небольшие какие-то у меня упущение но так еще раз покажу вам превью если вдруг вы впервые на моем канале если нет ну смотрите еще раз 175 мира белька уже сколько я не знаю вышло две после него я все никак ну я и не спешила с ее стартом так как материалы к нам идут намного дольше чем штатах да кое-где ребят мне нужно еще выровнять бисер потому что я его только отутюжила работу перед фото я буду еще раз разглаживать поправлять кое-где бисер сейчас вот у меня действительно это времени как бы нет но я думаю что не только все плохо единственное что нужно было мне пришивать бисер в этой миробилии полукрестом не очень мне нравится как он лег но когда работа будет натянута естественно там расправить все эти крестики все бисеринки будет тогда намного лучше я если вот честно признаться думала будет намного у меня дольше это работаете с пришиванием бисера как оказалось нет тут его не так уж и много потому что коробочек там сколько не помню 7 8 видите все эти бисерочки нужно поправлять выкладывать так как они после утюга где-то там еще ниточку я забыла вот эта нитка торчит у меня вот она торчит сегодня уже 30 сентября вы представляете как быстро время бежит я хочу вам показать уже окончательно завершенную работу это афилия от компании миробилия вот это 175 схема норы корбит видите сколько много было бисера а на деле оказалось не так уж все и долго потому что я если честно рассчитывала что буду пришивать около недели но вы знаете что вот в идеале такие вещи делать если я примеру довольно часто нахожусь дороги и так далее поэтому эти моменты я держала именно для поездки потому что мне не нужны и кюсна пы мне не нужны и пальцы мне вообще ничего не нужно кроме как иголки нитки и бисера потому что все я пришиваю на руках вот и в принципе не привязана даже к месту где есть свету там я и села пришивать единственное что очень криво как-то так получилось пришить бисер я не знаю с чем это связано может быть если работа натянута будет больше либо мне пройтись еще раз в общем я не знаю вот как там не стоит в этот раз нужно было подумать несколько раз потому что когда я пришивала этот бисер я не замечала что немного кривовато ложится но бисер есть бисер может из того что ткань более-менее хлюпкая но я думаю что ничего такого страшного нет я кое-где меняла бисер то есть там есть темно-красный светло-красный кое-где его меняла а кстати вот тут на колье точно помню что заменила мне хотелось поярче сделать так как ткань у меня уже другая не такая как по ключу она у меня более темная мне хотелось что-то более выделить вот и кое-где в цветах я там немножко заменила всего бисера сразу хочу сказать хватило с головой и мне в принципе понравился процесс пришивания бисера я его так ждала вот кое-где я еще после утюжки мне нужно вот взять и поправить каждую бисеринку потому что немного деформировался бисер вот ну так в целом неплохо потому что я много убирала бисеринка не толкались так как 32 каунт ручного окрашивания так что тут у нас нужно было конечно пришивать полукрестом я немного недовольна ничего тут конечно красиво смотрится вот как пусины а вот там эти цветочки нужно было полукрестом давно я не вышивала миробильки видите это сказывается потому что в других работах я уже сразу видела так тут надо полукрестом тут крестом в данном случае я как-то так знаете раз и все крестом пришивала ну вот раньше мне нравилось только полукрестом потом я пришла у меня дырочки вверх смотрели теперь у меня дырочки в бок смотрят видите вот на этих цветочках видно что раньше я пришивала вот так но у меня буквально несколько миробильок не все у меня такие что пришиты там одним способом но по большинстве случаев я старалась вышивать работу крестом но сейчас я бы вот эти вот места вышивала полукрестом вот там где ровная такая полоска да как бусы да то тут хорошо красиво смотрится крестом вот но цветочки конечно конечно вот тут надо было мне ладно и так все неплохо в целом смотрится я к тому что детали для меня важны и если вот вы думаете пришивать вам так или иначе вот послушать у меня что вот вот такие вот моменты вот эти вот даже тут не в мастерстве а дело а в том что бисер сам он не идеально ровный это вам недели к и опять-таки если вы пришиваете на зашитых участках в данном случае посмотрите намного ровнее положиться бисер видите опять-таки за исключением мест где мне нужно поправить и потому что ну утюг тут поработал а где вот не зашитые места вокруг не за что бисер удержаться на опять еще от бисера тоже зависит видите этот более менее ровно лежит вот так я уже то придираюсь на самом деле я бы по-хорошему взяла бы иголку да перешила еще раз но может быть вдруг у меня будет такое настроение в любом случае оформляться эта работа не будет вот но тем не менее так ну и ручки я вам рассказывала кожу я вышивала полукрестом две нитки потому что ткань темная вы все знаете что ну кто вышивать миробилий на темной основе лучше все-таки брать не в две нитки я тут кстати опять таки давно не вышивала миробилий вышила в одну увидела что светит основа и я потом девушка вот ну очень красиво работа мне нравится выбор основы и мне все все нравится так что ну рано или поздно когда-то на меня наверное оформится вот кое-где тут есть такие места но они будут под оформлением это у меня от пялец нужно просто выровнять основу еще раз я ее оттяжу перед тем как буду фотографировать данную работу и все станет на места поэтому я надеюсь все кто ждал этого финиша буду удовлетворенной работой я постараюсь сделать фотографию но у меня сейчас очень такой график напряженный когда есть вдохновение на фото нет времени когда есть время вышиваю нет вдохновения ну вот так вот ну как всегда как у всех ну и чтобы не шелестеть я только что выложила бисер так у меня это все уже сложено в этом пакете потому что я отвезу в запорожье остатки бисера нитки у меня там палитра посмотрю что-то мне надо будет что-то нет в общем посмотрите сколько в остатках было я вот поэтому и думал что буду пришивать наверно неделю тем сейчас поближе покажу эту коробку которую ждала вот эту вот можно было обойтись и без нее можно было начинать и пришивать но я все-таки рада что я взяла в дорогу с собой данную работу потому что я получила удовольствие мне не нужно было усаживаться свет настраивать и так далее все все прошло очень хорошо этот писарь тоже так видите по коробочке где-то ушло может чуть меньше вот этого вообще мало было задействовано вот еще такая коробочка поэтому смотрите вы там можете заменить вы можете подобрать что-то свое и ориентируйтесь на остатки увидите ну вот что мне теперь делать этой коробкой конечно же буду использовать следующих мир обильках поэтому я стараюсь сейчас бит таки не покупать я вам говорила уже видео которое у меня бишь было я оставлю ссылочку по-моему называлась на мои рукодельные нет или что я не буду покупать или что я не буду делать и так далее но вот если 165 он довольно таки часто используется в миробилях этого коробки мне даже и не было я посмотрела все сапасы свои у меня не было его ну ладно это что касается остатков бисера но однако одну коробочку же я выбросила потому что их две было вот ну нитка нейлоновая демси очень много у меня было в остатках много естественно осталось я вам сейчас еще покажу что у меня было в дороге вышито вышит начатое закончится да и закончила я уже так и завершила вот посмотрите какая чудесная косметичка сейчас я уберу миробильку чтобы вам было видно именно ее хорошо итак это покупка моя была 19 года когда мы были с мужем в париже я же побежала быстренько обследовать магазины рукодельные и им естественно я себе на память купила вот эту косметичку вместе с сэмплером синим который сейчас вышивает елена ветрова по-моему она уже вышила его я так вскользь просмотрела видео оставила его на потом поэтому не особо помню по моему даже вышел на вот но я две эти вещицы купила девятнадцатом году именно в париже в магазине дамское счастье и вот в эту поездку я решила взять с собой вышить хотя бы что-то потому что уже скоро второй раз во второй раз какой раз но я имею ввиду за этот промежуток с девятнадцатого года скоро будем опять ехать с мужем да по-моему я с мужем было это первый раз без мужа я была в париже тоже вот но с мужем будем второй раз ехать и работа у меня так и не вышитая ее там буквально вот вышивать я посмотрела на схеме сейчас покажу вам превью вот так она у меня уже помятая потому что опять таки она у меня была в дороге я немного по-другому пришла ту ленту вот но вы можете посмотреть внимательно превью так надеюсь ничего я там не упустила не забыла потому что я такая внимательная вот сейчас смотрю с нами проверяем да вроде все окей вот и мне вначале так было какого вышивать я вам передать не могу это просто ну вот во первых это все пришивалась ушивалась на руках потому что пальцами подлезть невозможно вот у вас есть такая вот основа то есть косметичка уже было вшито изначально я почему-то не делала вступительное видео не знаю почему да мне если честно хотелось это видео отдохнуть какую-то себе паузу какую-то взяла были нитки dmc вот на током органайзера вот почему решила именно эту работу взять я потому что ну вот знаете хотелось что-то другого того что я не пробовала я не пробовала и вероника женер еще тоже но у меня от нее еще ничего и нет хотелось бы мне конечно там цветочную серию вышить очень красивая и милая романтичная классическая такая вот ну так как у меня это уже было куплено тут думаю тем более вышивать немного но знаете так то я боялась потому что она на руках вышивать я уже забыла как это делается хотя вот большую свою вышивальную карьеру или жизнь на вышивальную можно сказать карьеру ты как-то громко я вышивала на руках ну вы знаете пальцы руки все вспомнили потому что наверное все равно забыть это нереально вот и если вы на руках никогда не вышивали наверное вам стоит где-то попробовать постараться повышевать на каком-то кусочки на потому что это лен то не аида я кстати на мне тоже вышивала лан арт и мой первый весь вышит кривоватые конечно крестики но вы знаете я себе знаете что сказала это хендмейт это ручная работа и самое главное так как я часто куда-то езжу мне не сидится на одном месте но мне нужно иногда ездить то я буду эту сумочку с собой брать то есть я могу туда складывать какие-то рукодельные вещицы и думаю ну раз уже я ее действительно я купила ее больше наверно для красоты думаю почему бы мне ее не использовать я не специально не выбрасывал обложку набора посмотрите на цену 35 евро и вначале как-то знаете я ну так как это был больше как сувенир или на память что-то я хотела себе купить я одна кстати была в этом магазине муж пошел по делам а мне нужно было что-то взять такое вот но мне ничего не хотелось мы никакой там шопинг не делали особый вот и думаю ладно пусть так сам набор конечно безумно дорогой если подумать да даже вот такая вот сумочка 35 евро ну я считаю очень дорого для вот такого размера с другой стороны для меня это память для меня это ну пусть не безделушка но мы же покупаем куда рукодельный набор с вами да и и ну пусть он стоит столько же мы получаем удовольствие мы это больше покупаем больше покупаем для себя получить какой-то просто занять какое-то свое свободное время и ну это хобби любое хобби требует вложений вот и я к чему это все рассказываю цена конечно я как-то забыл про это завышено сто процентов завышено но если посчитать то что сама сумочка уже сшита и ткань в общем замок тот же да если вот все это покупать ну пусть это так я грубо говоря беру пусть 2 раза это будет дешевле плюс ну не знаю в общем я вам хочу сказать что все мне это устраивает если так вот образно брать если адекватно смотреть на цену конечно она невероятно завышена ну с другой стороны я получила столько удовольствия сколько наверное можно сравнить с dimensions а может быть и ну как то это трудно сравнивать но в общем я кайфанула вот правда вам хочу сказать что я безумно рада что у меня эта сумочка я еще если честно хочу вторую там где вот только такие японочки по моему стоят да она намного меньше по размеру наверное вот такая вот и и для каких-то своих безделушек всегда не хватает нам какой-то сумки органайзера пусть даже не для путешествий пусть даже для хранения каких-то своих вышивальных запасов схему я выбрасываю после видео я почему-то вам хотела показать а что я вам хотела показать ну просто вот для примера вот такой вот кусочек небольшой что тут не так сложно вышивается ничего такого нет но вы знаете я вот вначале посмотрела думаю да тут два дня максимум работы нет ребята это вот чем-то напомнило мне мой джесненчик где частая смена нитей где тут мне пришлось особенно вот в этих местах где подлезть тяжело да вот даже если на руках вышиваешь как то уже надоело потом вышивать немножко но давайте это так будем адекватно смотреть я была и на отдыхе и по работе ездили времени у меня вышивать не было столько сколько дома поэтому если бы я это вышила за два-три дня то я бы наверное вообще заказала бы сразу же вторую сумочку вот но так как это у меня происходило в течение какого-то времени думаю боже ну сколько я уже вышиваю так долго так долго да есть бленды обратите внимание есть бэкстич вот ну я постаралась ее отутюжить эту сумочку в принципе пока что стирать я ее не собираюсь все мне нравится я вам рекомендую если у вас есть в желаниях либо хотите на подарок кому-то из своих подружек купить это шикарнейший подарок я вот правду говорю что во первых это будет использоваться у вас не просто это в картину там оконки да у тех у кого уже стены заканчиваются это шикарнейший просто способ провести время и если вот рассматриваете как подарок кому-то супер кисточка тоже так играюсь и постоянно вот как бы все я не буду уже растягивать видео ну что ругаете не что я тут долго вам все объясняю но мне хочется раскрыть не просто поговорить с вами поверьте времени есть чем занять себя но вот такое вот видео моё иногда бывает длинная растянутая так еще ко мне же приехала мама и мама мне привезла знаете что мне привезла набор я его купила еще по моему летом в россии в августе месяце вот я вам показываю это буцилла у меня теперь буцилла немножко ассоциируется с моими розами данные ну стараюсь об этом не думать не ковырять старую рану ну в общем а вот как это все получилось почему я вспомнила в тот момент буквально вот день 2 после случившегося когда у меня сгорели мои вышивки я увидела этот набор я его хотела и даже есть вышивальщица которая мне пообещала что если что остатки как бы да что их очень много будет посмотрите вот количество ниток по прошествии вот один два дня после пожара после того как я узнала цена ребята вы не поверите я чуть не убывала по моему 45 долларов ну не буду обманывать что-то у плюс-минус около этого я быстро схватила набор был упакованный а тут еще нитки есть оказывается еще пучочек я быстро схватила этот набор попросила чтобы отправили на адрес мамы потому что мой киевский адрес я как-то знаете еще не не совсем доверяю почте чтобы какие-то международные посылки прислать на свои и потом мама приехала в сентябре когда мы уезжали начале сентября и привезла мне этот набор она мне еще она его открыла он был запечатанный просто там немного была повреждена упаковка и я ее просто очень сильно попросила чтобы она открыла показала мне что там внутри наград Люда по-моему она даже мне обложку не показала ниточки и тряпочка мама так и сказала тряпочка далекая от вышивки и все а думаю где же схема мне самая главная схема обложка мама как мама она туда но все все на месте вы видите тут органайзер какой тут я не знаю когда его буду начинать но мне вначале нужно закончить закончить продолжать вышивать розы данные тут все как полагается вот такая вот картонка ну и схема на одном листе буду однозначно делать копию почему потому что у меня уже есть опыт работы со схемой буцилла и просто на случай чего что случится кстати неудобно что она не как розы данные одним листом ну ладно да сто процентов буду делать копию тем более что видите на одном листе но она такая мелкая я еще буду увеличивать ребят я для меня это мелковато мне конечно удобнее когда это все покрупнее и вот это вот мне не надо такое крупное понимаете наоборот ключ я хочу чтобы был более мелкий чтобы ориентироваться куда мне вот это вот стен газету цеплять а схема сама вот вы видите еще количество брэк стича получается нереально круто я оставлю вам инстаграм вышивальщицы которая сейчас занимается этим набором получается вот если бы не она я бы наверное не обратила внимание на этот набор хотя я буцилловский вот эти эрлум коллекшн я их все люблю мне все они нравятся за исключением этих волков которые на ebay висят не знаю в каком количестве и еще там есть пару собачки на в общем собачки с американским флагом вот и что-то там еще остальном нет все буквально нравится то что как-то раньше я думал да ну не знаю вот для меня буцила это что-то среднее между дименшинс и мережкой вот она вот такая вот ярко как маршка маршка чересчур ярко иногда бывает и ну в общем иногда же они даже используют одинаковых художников вот еще раз вам покажу превью а ткань я забыла сказать основа такая же как в розах таны такая же один в один то есть вот монику которая подобрала да можно использовать но вот наверное я уже просто ностальгирую мне нравится эта основа больше чем моника потому что тут крестики более такие аккуратные получаются и там и там конечно нужно работать над тем чтобы получились у вас красивые крестики но вот над этой на этой основе их намного легче выкладывать нежели на вот моники моника скользит моника более такая но там тоже неплохие крестики получаются я не хочу сказать что прямо фу-фу-фу нет не фу-фу-фу но вот в данном случае мне нравится этот набор и по тому что на превью из того что ткань то двадцать восьмая кстати паудер блю и вен вив ее найти эту основу нереально сложно это некий боми вы знаете что то о чем я говорила дименшинс часто используют ее картины и создают схемы для вышивки вот и номер тоже вот видно можно на ebay иногда выхватить но уже таких цен ребят ну нет таких цен мне повезло я считаю что это как было ну не возмещение убытков нет ну просто я утешилась в тот момент мне немножко легче стало ну вышивать не знаю как так буду правда я и хочу этот набор упаковать и отложить ну не знаю на какое время как получится так ну и последнее последнее начинала я вышивать лошадку буквально на днях это фрузелок мне кажется одна из самых красивых лошадок потому что у них сейчас есть подсолнухи клубничка есть тыковки если я попаду на формулу я постараюсь на формулу на экспо на выставку всегда путаю потому что первый раз я была на формуле вообще в москве часто путаю формулы экспо поэтому простите но у меня как-то в голове уже это все состоялось так как я запоминаю самые первые моменты наверное поэтому вот что у меня вышивалось совсем немного но я вам хочу сказать посмотрите на крестики очень нравится вышивать я правда я отложила свои дименшинс и начала вышивать эту лошадку потому что ну там так долго все а тут раз два три и готово но единственное что вот это вот дорога в идеале я даже не знаю мне хочется ее с одной стороны вышить и показать уже на встрече на вышивальной если я успею на нее с другой стороны хочется ее мне уже поздно конечно покрасить вот такой вот винтажный оттенок у меня подружка тут часто делала я вот вспоминала ну кого я видела это я Оле своей видела я вот сейчас думаю оставить ее в Запорожье потому что мне надо будет ехать еще раз и так хочется вышивать так хочется показать компании что я тоже вышиваю ну в общем и в дорогу конечно шикарно брать вам опять таки не надо ничего выдумывать с освещением но освещение всегда должно быть хорошее но вот те моменты когда нужен станок да в дорогу когда нужно место себе обустроить тут пристроился где угодно и вышиваешь себе так в инстаграме там меня удивлялись девчонки неужели я да такое вышиваю ну вы знаете я заболела хочу себе еще парочку потому что во первых это лошадки я люблю лошадок и с другой стороны я хочу украсить на новый год несмотря на то что это лошадка не новогодняя я хочу еще одну рождественскую с подсолнухами просто как украсить вокруг картин на камине просто поставить несколько пусть мне всю коллекцию ну хотя бы штучки три пусть у меня будет до этого года может быть две вот просто на столе иметь как украшение я считаю почему бы и нет да я вообще не особый любитель вот этих вот деревяшек ну потому что на них огромное количество времени уходит поверьте это не на два часа работы вот особенно если вам нужно подготовить основу если вам нужно что-то еще придумать вот ну а тут кстати в наборе я вам сейчас покажу секундочку так принесла что вот еще в наборе получается вот такие вот разделители которые между основами вставляются и вот эти ножки вот так вот они будут ну это собирать уже секундное дело а самое главное что у нас есть задник тут было две иголочки еще они у меня до работе идут активно вот то есть мне останется только приклеить только у девчонок уточню каким клеем ну чтобы все было хорошо видите как чудесно в общем я ее хочу себе больше наверное как украшение для моего стола рукодельного ну и на новый год да потому что все равно вот такие вот лошадки они для меня как больше больше новогодние у нас у Даниэля была вот эта вот лошадка безумно помню дорогая ну мы ее купили потому что он в магазине залез на нее и начал кричать иго-го мы тогда жили не в Украине и люди все-таки смотрят не могут понять что такое мой муж в том числе потом когда он каждое утро залезал на эту лошадку и кричал иго-го у меня пол спрашивает Люда говорит а что такое говорит иго-го я говорю иго-го это лошадка как делает у них дело в том что все вот эти вот наши произношения как животные произносят у них по-другому это он до сих пор смеется а Даниэль уже не помнит когда он ну в общем поэтому я так люблю этих лошадок напоминает мне детство моего рыбинка так и нитки как всегда дмс тут они пронумерованы все красиво тут в органайзере расписано и вот ну многие уже смотрели видео есть на канале у девчонок вышивали поэтому я решила тоже попробовать и вы знаете но я такой кайф получаю наверное я просто закончу и все и поставлю точку так ну и самое страшное покажу вам заднюю часть своей миробильки ну вот такая вот она кстати я только что записывала видео для своих англоговорящих зрителей нашла столько пропущенных крестиков как я могла их не заметить я несколько раз просматривала но вы знаете вот когда видео записываешь ты как-то по-другому на все это смотришь тут вот у меня еще тоже пропущенное и вот у меня пропущенное в общем мне нужно что-то с этим делать ну что с этим делать мне просто нужно это все брать теперь пришивать заново утюжить выкладывать бисер заниматься нормально своей работой а не вот это вот ну никуда я и правда и не спешила так стоять телефон сейчас у меня может и вот вот